Здравствуйте, друзья! Во многих соревнованиях по роботу техники бывает необходимым, чтобы ваш робот проехал какое-то определенное количество линий и выполнил какое-то действие. Вот сейчас мы попробуем сделать программу, чтобы робот у нас проехал три черные линии и остановился. Для выполнения этой программы нам потребуется датчик освещенности, который направлен в пол. И для начала наш робот должен просто ехать бесконечно вперед. То есть мы выставляем здесь unlimited или ограничения нет. Скорость, ну давайте пока оставим 75. В зависимости от вашей конструкции робота, вы можете потом подрегулировать под себя. Далее робот наш будет ехать бесконечно вперед, пока не увидит черную линию. Порт третий, освещенность, ну как правило у черной линии освещенность менее 40%. Поэтому давайте поставим 40, хотя может быть и хватило бы и 50. Оставим 40. Вот, давайте посмотрим на нашу картинку. Вот, например, робот у нас стартовал отсюда, и в данный момент он доехал до этой границы, до границы черного-белого. То есть он, грубо говоря, коснулся черной линии. Что нам нужно сделать дальше? Дальше он у нас должен ехать снова бесконечно вперед, до линии белой, да? То есть вот досюда уже, до этой границы. Мы здесь блок выставлять не будем. Чуть позже объясню почему. Просто ставим ожидание освещенности уже больше 50%. То есть это первая граница черной линии, это вторая граница черной линии. Здесь первая, здесь вторая. То есть здесь он уже проехал черную линию полностью. Все, и говорим роботу, чтобы он остановился. Он теперь остановится у нас после первой черной линии. Если у нас количество линий необходимое больше, чем одна, то мы ставим здесь цикл. Выбираем эти два блока и вставляем их в наш цикл. А сам цикл изменяем с постоянного на подсчет или каунт, если у вас английская версия. И ставим здесь число необходимое линий. У нас их три, поэтому вставляем троечку. Что это значит? Робот у нас едет вперед. Начинается цикл с подсчетом. Первая линия, первая граница, первая линия, вторая граница. Все, одну линию робот проехал. Вот он сейчас здесь находится. Дальше цикл уменьшается, количество уменьшается на единицу. И начинается снова. Опять вторая граница, вот эта. Это, эта граница. Вторую линию робот у нас проехал. Уменьшается на единицу снова. И снова все повторяется. Робот проезжает третью линию. Цикл заканчивается. Уже здесь нолик. И идет программа дальше. Здесь у нас мотор останавливается, робот останавливается. Программа, задача выполнена, программа завершена. На этапе тестирования робота можно добавить после определения правой границы черной линии, второй границы черной линии, звук, ну, любой, например, такой вот, да. Что это нам даст? Это нам даст понимание, что робот точно проехал черную линию, определил это, и счетчик сработал. Он проезжает первую границу, вторую границу и подает сигнал. Все, на этом наш урок сегодняшний закончен. Пока. Спасибо за внимание.